И Турция понесла первые потери в ходе военной операции щит Евфрата на территории Сирии. Курдские ополченцы обстреливают танковую колонну на севере страны. В результате один турецкий военный погиб, трое ранены. Ранние истребители F-16 турецких ВВС нанесли удары по позициям террористов исламского государства и курдским отрядам сил народной самообороны на территории Сирии. Обстрелян с воздуха и населенный пункт Тель-Амарна. Его контролирует сирийская группировка военносовета Джараблуса. Там погибли несколько мирных жителей. На этой неделе Джараблуса взяли под контроль турецкие войска и отряды так называемой сирийской свободной армии. В свою очередь власти Турции считают успешной операцию щит Евфрата. Мы желаем удачи нашим солдатам и силам безопасности. Наши граждане, которые покинули Каркамыш, уже вернулись домой. Мы провели совещание с мэром города. Сейчас там установились мир и покой. Спасибо за это турецким вооруженным силам. Кроме того, Красный полумесяц начал раздавать горячую еду жителям Джараблуса. Наши таможенные пункты открыты для любого вида гуманитарной помощи. Для этого расчищены некоторые минные поля. В сирийский город даже привезли игрушки для детей. Ранее власти Турции эвакуировали приграничный город Каркамыш. Из-за обстрелов боевиков ИГИЛ с территории Сирии пришлось людей спасать. Каркамыш как раз находится недалеко от Джараблуса. Турция начала операцию на севере Сирии в минувшую среду. С воздуха войска поддерживает авиация международной коалиции во главе с США. Ангара определила две цели. Борьба с группировкой ИГИЛ и боевыми отрядами рабочей партии Курдистана. В Турции она признана террористической организацией. Как выяснилось, Турция планировала военное участие в сирийском конфликте еще два года назад. Однако тогда ряд армейских командиров посчитал, что для этого у страны недостаточно военного потенциала.